это лакомство знакомы нам с детства угощение что называется из простых а потому именно она частый гость на офисных корпоративах студенческих посиделках или на спонтанном вечернем чаепитии казалось бы что может быть не так в этом угощении я бы рекомендовала отказаться по максимуму от этих продуктов насколько это возможно вашем рационе потому что продукты с транс изомерами транс жирами ведет все дело в том что в упаковке с этим продуктом эксперты обнаружили содержание транс изомеров жирных кислот превышающие норму в 19 раз кладут пальма масла кладут глютонат натрия для того чтобы подсадку сделать это как пищевой наркотик идет стоит ли рисковать здоровьем за мнимое вкусовое удовольствие эксперты дают однозначный ответ можно сказать так что эти вещества опасны для жизни и здоровья потребителей на проверке в лаборатории побывали семь представителей десертной пищевой промышленности итоги ошеломляют из семи продуктов проверку с горем пополам прошел только один остальные шесть эксперты назвали источником вреда и подделкой сегодня в программе пища для размышления мы разложим вафельный торт досконально изучим каждый корж чтобы ответить на извечный вопрос есть или не есть меня зовут евгений переверзов мы начинаем конец 2020 года громкий продуктовый скандал немецкие проверяющие назвали вафельный торт известного российского бренда фальсификатом десерт торговой марки с известным всем советским детям девичьим именем отправился на продуктовую свалку вафельный торт российского производства поставляемый на рынок германии и других европейских стран несет риски для здоровья так как содержит генотоксичные канцерогены в торте выявлено содержание глицидиловых эфиров в итоге торт изъяли из продажи в семи странах евросоюза куда он экспортировался кроме германии это франция нигерланды бельгия финляндия швеция и португалия российские производители назвали этот случай разницы в стандартах в европейском союзе они гораздо жестче а производители стран я с к тому же еще не могут похвастать производством жиров которые бы соответствовали европейским требованиям нет на евразийском пространстве достаточного количества лабораторий которые могли бы проверить продукцию на соответствие европейским стандартам куда же мы денемся без химической промышленности а химическая промышленность очень тесно связана с пищевой промышленности почему потому что даже вот если эта промышленность те же оборудование моется химикатами те же например а пластиковые бутылки пластиковые стаканчики пластиковые приборы одноразовые все это является как бы предметами химическими. Эксперты говорят, канцерогенные вещества в продуктах питания – суровая реальность. Так или иначе, но каждый из нас ежедневно сталкивается с пищей, которая может больно ударить по здоровью потребителя, который попросту вынужден из-за отсутствия качественной и доступной альтернативы покупать опасные продукты. Поэтому они должны соответствовать техническому регламенту. Потребитель, когда приобретает любой какой-либо продукт, он должен все это читать. Недобросовестные производители это могут сделать. Они могут просто написать красочными словами, что это, например, торт такой-то. В действительности, например, будем говорить так, если торт, могут написать, что торт изготовлен орехом, торт ореховый, и там, например, красиво нарисован какой-нибудь фундук. А в действительности там не присутствует фундук, а присутствует дешевый орех. Все дело, говорит представитель общества защиты прав потребителей, в слишком мягких требованиях производителю. Если на упаковке написано, что продукт сделан в соответствии с техническими регламентами, то это означает, что эти самые условия разработал сам производитель. И тут, как говорится, все остается на его совести. С одним из таких продуктов мы отправились навстречу к диетологу и специалисту по питанию Елене Мамай. Сегодня мы говорим о готовых кондитерских изделиях, готовые вафельные торты, рулеты, бисквиты. Что это вообще такое и стоит ли это есть? Категорически нет. Там просто плохой продукт красивой упаковки, я бы так сказала. Потому что сколько я смотрела состав, я бы, не знаю, врагу бы не посоветовала есть. И потом особенно есть еще там облегченные, так называемые. Но это тоже рекламный ход. Первая якобы полезность показать – низкокалорийный. Это первое, что они сразу бросают в глаза. И мы на это покупаемся. Ну, по незнанию, скажем так. Второе – вы обязательно должны посмотреть состав. Во всех вот этих вот тортах, которые в упаковке красивые, все остальное, там есть такой составик. И в этом составе есть определенное количество тех вещей, которые вредны для нас. Но такую репутацию вафельным десертом принесли уже современные производители. В архивах специальной литературы мы обнаружили требования, которые выдвигало государство к производителю этой сладкой продукции больше семидесяти лет назад. Разделяют вафельные торты по начинкам. Всего несколько видов. Но основные – с жировой начинкой и пралиновой. А уже каждый из этих видов подразделяется на подвиды. Но всех их объединяет общее требование. Вафельные листы, прослоенные начинкой в разных вариациях, могут присутствовать орехи или шоколад. И все. Больше никаких добавок. Но за 70 лет рецепты вафельных десертов эволюционировали. Как все-таки правильно выбирать торт? Ну, во-первых, я бы вам рекомендовала прежде всего читать состав торта. То есть, если вы видите яичный порошок или растительные сливки или заменитель молочного жира, то я бы вам не рекомендовала брать такие торты. Гидрогенизированные масла, мы должны тоже понимать, что это не сливочное масло. На самом деле технический регламент таможенного союза на пищевые жиры допускает содержание трансизомеров на уровне не более 2%. Именно такое предельное содержание по данным ВОЗ считается безопасным для человека. То есть, Всемирная организация здравоохранения допускает, но не рекомендует подобные продукты. Но на вид, конечно, никто из нас не определит, что там под упаковкой. Производители всегда могут нас обмануть. То есть, если, допустим, на упаковке мы видим то, что продукт без сахара, то есть на лицевой стороне производитель говорит об этом. На обратной же стороне мы можем увидеть с вами другие подсластители. В принципе, это тот же сахар. В лабораторию к проверяющим попали несколько образцов вафельных тортов. Результаты проверок удручают. В составе всех тортов есть растительные жиры. Их производитель указал в составе, но без конкретики. А жиры эти разные. Так начинка одного из них соответствует пальмовому маслу. Другого – смеси кокосового масла с примесью небольшого количества подсолнечного. Производители могут зауалировать тоже пальмовое масло, да, как заменитель молочного жира, как заменитель какао-масла, если мы говорим о какой-то шоколадной глазури или о самом шоколаде. Жирно-кислотный состав глазури на тортах позволяет понять, из чего на самом деле сделана глазурь, и достоверна ли информация о маркировке. Проверка показала, что практически в каждом образце глазурь содержит трансизомеры жирных кислот. А это значит, что в составе используются не только натуральные жиры, но и модифицированные. Есть еще один продуктовый нюанс. Нормативы предельного содержания трансжиров сегодня установлены не для всех составляющих. К примеру, для некоторых видов заменителей масла какао стандартов нет. Вообще. Но бывает такое, что производители не пишут, что там находится. Плюс ко всему, например, они просто пишут, например, растительный жир. А что такое растительный жир? Растительные жиры бывают разного происхождения. Поэтому конкретно, конечно, они должны написать, именно какой растительный жир был туда добавлен. А еще очень часто производитель вводит в заблуждение потребителя, используя специальные названия. Допустим, торт шоколадный с орехами. Но когда смотришь на состав, то видно, что шоколада здесь нет и орехами совсем не пахнет. На самом деле это фальсификат, потому что они не имеют права носить названия шоколадных, по факту не являясь таковыми. Когда пишется состав именно этого торта, то должны писать производители от большего к меньшему, например, от состава. Там, если больше муки, значит, сначала идет мука, именно какого сорта, именно какая мука. И идет дальше дальнейшая последовательность. Плюс ко всему, все должно быть написано. Тот же консервант, который был туда добавлен, какие красители были добавлены. Весь состав, он должен быть написан вот именно на этой упаковке. У современных производителей сейчас море возможностей. И продукту дешевить, и вкус сохранить. Пострадает лишь только состав, но этого может и не заметить покупатель. Что такое генотоксичные канцерогены? Это канцерогены, которые, попадая в организм, взаимодействуют с ДНК и вызывают мутагенные повреждения генома клетки. Глиссидиаловые эфиры – это тоже канцерогены, которые образуются при попадании в пищеварительный тракт. Эксперты нашей программы советуют обращать внимание помимо состава на цену. В столице Казахстана 300-граммовый вафельный торт в среднем стоит 1000 тенге. В Алма-Аты цена гораздо меньше – 600 тенге за десерт в 270 граммов. Еще дешевле торт в Шимкенте – меньше 500 тенге за упаковку. Даже самая экономная хозяйка не потратит меньше на выпечку. Анель, здравствуйте. Спасибо большое, что приняли нас у вас здесь. Очень красиво. И я так понимаю, что… Очень вкусно. Да, очень вкусно. Мы сегодня говорим о выпечке, говорим о тортах, говорим о том, с чем мы сталкиваемся ежедневно. Конечно, можно и нужно готовить только на натуральный продукт. Для чего нужны нам искусственные добавки? Для того, чтобы продлить срок годности. Только для этого? Только для этого. Для какого-то насыщенного цвета. Ну, смотрите, сейчас такой ритм жизни вообще у людей, что хозяйка приходит домой, должны прийти гости. Там праздник какой-то, семейное торжество, еще что-то, да? Не всегда есть та сумма денег, потому что хорошие торты стоят хорошо. Хорошо. Вот, да. Она забегает в магазин, покупает коржи, делает какой-то там, не знаю, крем-наполнитель из чего-то, собирает все это, делает тортик, чтобы гостям было приятно. Вот эти коржи, которые продаются в магазинах. Что мы там можем обнаружить? Обнаружить мы можем, конечно, букет добавок искусственных, опять же, для продления, для того, чтобы не испортился продукт на прилавке. Если прям вот такая необходимость, что вот вам сейчас нужен торт из этих искусственных коржей, возьмите коржи, но возьмите хорошие крема, то есть соедините с натуральными продуктами. Не используйте крема в баллончиках. Но если желание съесть кусочек пересилило доводы, то эксперты советуют не давать такой десерт детям до 7 лет ни в коем случае. После этого возраста разовая порция в день по 50-100 граммов, но не больше. То есть самое главное надо научить выбирать кондитерские изделия, вот эти вот сладости, которые, в принципе, они не вредят, если ты делаешь это в меру. Если ты ешь их в первой половине дня, вообще никакой беды не будет. Сначала, значит, выбрали, потом в первой половине дня съели. По сути, вафельный торт – это те же самые вафли, только разнообразней начинка, больше слоев и присутствует посыпка. Так что вполне можно заменить готовый десерт на менее вредные вафельные сладости. Вафельный торт – это единственный торт, который не хранится в холодильнике. По причине того, если вафельный торт хранить в холодильнике, то вафли перестанут хрустеть, поэтому его хранят не в холодильной камере. Впервые вафли в рационе человека появились в 13 веке в Германии и тогда считались десертом для бедных. Их готовили так – остатки теста заливали водой и покрывали сиропом. Простой рецепт совершенствовался и дорабатывался, но неизменным оставалась невысокая стоимость. Вафельный десерт и позиционировался как доступный и повседневный. Мы в программе «Пища для размышления» считаем, что любой продукт должен быть обязательно качественным, а потому еженедельно даем рекомендации для каждого покупателя. Мы призываем к осознанному выбору, потому что мы не обычные потребители. Мы должны знать, что мы едим. Продолжение следует...